Добрый день! Сегодня мы будем делать экзамен по второй главе Packet Tracer 2-го семестра CCNA Routing and Switching. Что ж, начнем. Я уже ранее сдавала этот экзамен, поэтому у меня здесь Retake Assessment. Если вы ранее его не сдавали, то у вас будет просто Take Assessment. Нажимаем, ждем, пока все прогрузится. Сохраняем наш файл. И тут, внимание, нам нужно его открыть с помощью, значит, Java. Что мы и делаем. Открываем его с помощью Java. Загрузка может занять некоторое время, но мы никуда не спешим. На сам экзамен нам дается вот два часа, чтобы полностью все сделать. Нужно подождать, пока полностью все прогрузится. Загрузится наше задание. Вот. Теперь мы можем уже нажать Start. Кнопка стала активной. И снова ждем. Так. Запускается наш Packet Tracer. У вас может быть более новая версия Packet Tracer, но это не имеет значения. И оно будет работать и там, и там. И нужно обязательно дождаться полной прогрузки задания. То есть, если вы видите здесь, оно у меня еще не полностью загрузилось. Сразу мы можем закрепить, чтобы это никуда не делось у нас. Все. Все у нас загрузилось. Вот наше задание. Наша топология. Чуть-чуть я сделаю больше, чтобы было лучше видно. И приступаем. Сразу смотрим. Инструкция. Шаг первый. Это настройка. Нам нужно будет настроить маршрутизатор HQ. У вас может быть в задании написан другой маршрутизатор. Это не имеет значения. Просто бывают разные версии этого задания. Так. Нам нужно тогда, чтобы его настроить, нужно к нему подключиться. Мы не можем это сделать напрямую. Поэтому мы используем консольное подключение. Выбираем, значит, консольный кабель. Кабель. Подключаем к компьютеру PC1 и к нашему маршрутизатору. Заходим на компьютер. Выбираем терминал. И подключаемся. Отлично. Мы уже на нашем маршрутизаторе. Что нам нужно сделать далее? Далее мы входим в режим. И режим конфигурации. Теперь начинаем читать задание. Нам нужно настроить имя нашему устройству. Hostname. В данном случае это HQ. У вас может быть что-то другое. Далее. Что нам нужно делать? Это запретить использование неразрешенных именов. Доменных имен. Это делается с помощью команды no-ip-domain-lookup. Сделали. Дальше. Что нас просят сделать? Это запретить несанкционированный доступ к нашему устройству с помощью команды enable-secret. Enable-secret. Циска. Очень важно вводить именно те пароли, которые вас просят в задании. Потому что могут не засчитать, если вы ведете что-то не то. Следующий шаг. Это настройка пароля для консоли и для линии UTI. Начнем с консоли. Line. Консоль. 0. Пароль. Пароль у нас класс. И логин обязательно. Следующие. Это линии UTI. Line. UTI. 15. Пароль. Тоже класс. Логин. Отлично. Так. Отсюда мы выходим. Следующее, что нас просят сделать, это зашифровать все существующие пароли. Это дело с помощью команды service. Password encryption. Отлично. Следующее. Нам нужно настроить banner mode. То есть настроим баннер. Какой баннер мы настроим, это в принципе не важно. То есть вы можете написать все, что угодно. Я напишу такой баннер. Therist access only. Не знаю, как слиться они. Так. Вот ошибка. Не та буква. Отлично. Исправили. Следующее, что нам нужно сделать, это описание интерфейсов на нашем маршрутизаторе. И в следующем задании, уже во втором шаге, нам также нужно будет настроить IPv4 и IPv6 адреса для этих интерфейсов. Вот с помощью таблицы адресаций. И мы объединим эти задания и будем делать все сразу, чтобы не терять время. Значит, открываем. Чуть больше сделаем. Вот наша таблица адресаций и вот наш маршрутизатор. Начнем с интерфейса первого, это Serial 0.0.0. Так. Первое, это описание. Description. Посмотрим на нашу топологию. И вот наше описание, то есть вот наш интерфейс S0.0.0.0. Он у нас ведет вот primary. Так, напишем primary link. Следующее, что нам нужно сделать, это настроить IP-адрес. Маска у нас slash 30, значит 255, 255, 255, 252. Далее мы настраиваем IPv6 адреса. Вот они у нас. Я просто все скопирую. И, конечно же, IPv6 адрес link local. Мы написали то, что нам нужно, и теперь нам остается только включить этот наш интерфейс. Мы сразу можем видеть изменения на нашу топологию, то есть он загорелся у нас зелененьким, значит он работает. Идем дальше. Следующий у нас serial 0.0.1. Мы повторяем абсолютно все шаги, начиная с описания. В данном случае это у нас backup. Backup link. Следующий IP-адрес. IP-адрес вот у нас. 252. И IPv6 адрес. Ну да, логично, я не написала IPv6. Так, IPv6. Все. Нужно быть очень внимательным, чтобы не было ошибок. Так, link local. И no shot. Тоже можем сразу видеть, что наш интерфейс включился. Следующий интерфейс, который мы будем настраивать, это serial 0.1.1. Последний интерфейс на этом маршрутизаторе, который мы настраиваем. Описание, description. Значит, этот интерфейс у нас ведет к другому маршрутизатору. И так мы его и назовем. Отлично. IP-адрес. 352. IPv6. И так мы можем сделать. И так мы можем сделать. И так мы можем сделать. Значит, link local у нас такой же, как и был раньше. Мы просто возвращаем эту команду и тоже включаем его. Конечно же. Так. Мы включили. Он у нас не стал зелененьким, потому что у нас еще не настроен другой конец. на нашем втором маршрутизаторе. Поэтому пока что все еще красненький. Наш интерфейс горит. Значит, нет подключения. Продолжаем. Что нам еще нужно сделать на этом маршрутизаторе? Мы возвращаемся к заданию и внимательно его читаем. Нам нужно настроить два напрямую подключенных статистических маршрута. на нашем маршрутизаторе HQ к двум сетям. Вот первая наша сеть 10.10.1.0. И вот вторая наша сеть 10.10.2.0. Что мы сейчас и сделаем. Чтобы настроить статический маршрут, мы пишем команду IP-road. В данном случае начнем сначала с первой сети. Это 10.10. 1.0. Далее пишем маску нашей сети. 255.255.0. И так как нас просят задать напрямую подключенный статический маршрут, то мы используем интерфейс. Вот. Интерфейс у нас S0.1.1. Отлично. Настроили. Что нам нужно еще? Нам нужно настроить второй маршрут. Такой же сети. Значит, P-road 10.10. В данном случае уже 2.0. Что у нас старая сеть. И маска S0.1.1. Так как у нас тот же интерфейс нужен для того, чтобы попасть в эту сеть. Настроили. Следующее, что нам нужно, это тоже настроить пути именно к этим сетям, к этим сетям LAN, но уже не для IPv4, а для IPv6. И чтобы это сделать, мы просто пишем IPv6.road, и нам нужно будет уже ввести IPv6 в нашей сети. Так мы и сделаем сейчас. IPv8.1.a. Слэш 64. И тоже для выхода мы используем тот же интерфейс. Первое и второе просто поменяем. У нас будет не сеть А, а уже сеть B. Такие у нас две сети. И у нас получилось сейчас четыре статических маршрута напрямую подключенных. Что нас просят сделать дальше? Дальше нас просят настроить уже маршруты по умолчанию. То есть в данном случае у нас будет два маршрута. Один маршрут будет маршрутом по умолчанию через интерфейс Serial 000. И будет у нас еще плавающий маршрут по умолчанию через интерфейс Serial 001. Давайте попробуем их задать. P-road 0000. Так, используем S Serial 000. Этой командой мы задали статический маршрут по умолчанию для выхода из этой сети. И дальше мы настроим плавающий статический маршрут по умолчанию. То есть все, что нам нужно сделать, это поменять наш интерфейс выходной. Это уже будет S 001. И добавить 2, так как нас просят, чтобы метрика для плавающего маршрута была 2. И мы его настроили. Дальше нам нужно сделать то же самое, но уже для IPv6. Как настраиваются маршруты IPv6? IPv6 road. Так, маршрут по умолчанию у нас. И опять же через S 0000. И второй вариант через S 001 с метрикой 2. Плавающий маршрут. Мы закончили настройку маршрутов. И какую команду, вы думаете, мы забыли сделать? Это, конечно же, команда IPv6 Unicast Routing. Обязательно нужно ее ввести. Отлично. Мы настроили маршрутизатор HQ. И можем переходить дальше. Далее нам нужно устроить второй маршрутизатор. Он у вас может называться по-другому. Мы также подключаемся к нему через консольное подключение. Так как напрямую мы подключиться не можем. Используем для этого второй компьютер. Заходим через терминал. Как видим, у нас уже настроено имя этого устройства. Так что мы просто делаем то, что от нас требуют в задании. В данном случае нам нужно настроить IPv4 и IPv6 адреса с помощью таблицы адресации, которая у нас есть чуть выше. Мы к ней возвращаемся. Смотрим. Вот у нас тоже три интерфейса, которые нужно настроить. Мы входим в режим конфигурации. И приступаем к настройке. То есть все идентично. Интерфейс у нас первый. Это Serial 0.0.0. Сначала, конечно же, описание. Описание. Куда ведет этот интерфейс? Он у нас ведет к маршрутизатору. Так мы и пишем. Linktool. Так, отлично. Дальше нам нужно настроить IP-адрес. В данном случае вот наш IP-адрес. И, конечно же, не забываем про маску. Далее мы настраиваем IPv6 адрес. IPv6. И, конечно же, IPv6. Linklocal тоже нам нужно настроить обязательно. Настроим его сейчас. Отлично. Что нам нужно сделать дальше? Это включить наш интерфейс. Так, мы его включили. Мы сразу видим изменения. Теперь у нас они горят зелененьким. Это очень хорошо. Значит, у нас все работает. И можно настраивать дальше. Следующий. Мы настраиваем интерфейс G0.0. Тоже начинаем с описания. Куда у нас ведет G0.0? G0.0 у нас ведет, можно сказать, что к первой сети. Или можно назвать это сеть A. То есть, link to LAN A. Дальше. Дальше мы настраиваем IP-адреса на интерфейсах. Как вы можете видеть, в данном случае это последний адрес 10.1.254 в нашей сети. Так как у нас маска 255.255.255.0. Дальше мы настраиваем IP-в6-адрес. IP-в6-адрес. Настроили. И link local, он у нас такой же, как и в предыдущем интерфейсе. Поэтому просто его находим. Нажимаем Enter. И тоже включаем, конечно. Подождем чуть-чуть. Пока все включится. Вот мы уже видим, что он уже зелененький. Это очень хорошо. Так. Дальше. Следующий, последний интерфейс, который нам нужно настроить на этом маршрутизаторе. Это интерфейс G0.1. Как обычно, начинаем с описания. Используем такой же вариант. Это link to LAN B. Отлично. И IP-адресация. 255.0. Наша маска. IP-в6-адрес тоже настраиваем. Все по порядку. По проработанной схеме. Link local. Link local у нас такой же, как и раньше. Так. Отлично. Включаем наш интерфейс. No shutdown. Все. Значит, мы включили наш интерфейс. И видим, что у нас уже все зеленое почти. Все работает. Чуть-чуть подождем, и будет все зеленое точно. И смотрим, что дальше от нас требуют в задании. Значит, нам нужно настроить статические маршруты. То есть, тоже напрямую подключены статические маршруты. Из нашего маршрутизатора к сети интернет. То есть, в данном случае, эти статические маршруты будут идти через интерфейс S0.0.0. Так, мы двигаемся сюда. Начнем с IPv4. Вот. Так мы и сделаем. Выходим отсюда. И первый у нас статический маршрут IPv8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1. На прямую подключенную, значит через интерфейс S0.00. Так, Enter. Все. Следующее, что нам нужно, это IPv6Route. IPv6Route. Тоже ноль. И тоже интерфейс, тот же через нолики. Все. Мы настроили два статических маршрута, которые у нас требуются. Следующее, что нам нужно сделать еще, это опять же включить IPv6Route. Все. Отлично. Мы закончили настройку второго маршрутизатора и приступаем к последнему шагу, шаг третий. Это нужно нам настроить уже наши узлы, то есть это компьютеры PC1 и PC2. Начнем с первого. Вернемся опять же к нашей таблице адресации. Как мы можем видеть, у нас есть вот наша сеть, то есть мы можем выбрать любой хост, который нам нравится из этой сети. Ну, я возьму такой 10, 10, 1, 10. Маска. 255, 255, 255, 0. Значит, шлют по умолчанию. Это наш интерфейс, значит, G0, 0. Можем просто посмотреть. G0, 0. Вот наш адрес. Его мы и берем. И RENET сервер. Он у нас тоже есть. Вот у нас такой веб. И пишем его адрес 64.100.10. Отлично. Дальше IPv6. IPv6 адрес у нас указан уже. То есть мы так его и берем. Слэш 64. Так, а что ему не понравилось? Давайте напишем. 2, 0, 0, 1. D, B, 8. 1. А, ну, конечно, я же взяла B, а нам нужно A. Мы же A настраиваем, да, первый хост. Все, значит, у нас A. A, вот так. 64. Все, теперь все отлично. Нужно быть внимательной. Дальше. Дальше у нас... Foul with A. Вот он у нас такой. И адрес DNS сервера. 28. F, F. F. 10. Так. Кажется, мы все настроили. И остался у нас еще один компьютер последний. IP. Тут тоже мы можем выбрать любой хост из этой сети. Вот. Мы возьмем 10.10.2.10. Маска. Слэш 24. Значит, какой у нас слюз? Слэш у нас вот гигабит. Гигабит. Ethernet. Так. 10.10.2.254. Вводим адрес DNS сервера. 64.100.100.10. IPV6 адрес. Так. Вот он у нас. Гитвей. И веб-сервер. Все. Все. Все отлично. Посмотрим, что осталось у нас с заданием. Итак, мы все сделали. Теперь нас просят проверить, как бы, доступность нашего веб-сервера. Ну, давайте проверим, все ли у нас работает. Ну, тут у нас почему-то не написано, на какой сайт нам нужно зайти, но нам нужно зайти на сайт cisco.com, что мы и должны сделать. cisco.com. Вот. Все работает. Поэтому и зашли на первом компьютере, и нам нужно то же самое проделать на втором, чтобы проверить подключение cisco.com. В некоторых вариантах задания написано, как сайт, на какой нужно зайти, но, видимо, в этом они что-то не продумали. Ладно. Мы все сделали. Теперь мы можем, как бы, посмотреть, что у нас за оценка. Для этого мы не закрываем задание, а мы нажимаем Submit Assessment. Вот. Это, может, не из какое-то время, буквально пару минут, пока все это посчитается, и, наконец, мы увидим, насколько мы сдали этот экзамен. Вот. Ждем. Я, конечно же, надеюсь на 100 баллов. И тут нужно подождать. Вот. Ждем. Все еще ждем. Все почти уже загрузилось. Посмотрим, сколько мы, насколько мы наработали. Ура! У нас 100 баллов. Это очень хороший результат. Надеюсь, у вас тоже 100 баллов, как и у меня. Вот. Ну, если вы сделали все так же, как и я, то у вас должна быть 100 баллов. Вот. Хорошего вам дня. И смотрите еще наше видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok